История современного слалома на бурной воде началась в 1932 году в Швейцарии. Одному швейцарскому горнолыжнику пришло в голову, что если его любимый способ почувствовать горы это горный слалом, то лучшим способом понять бурную реку мог бы стать слалом водный. К зимнему девизу горнолыжника «зима, снег и лыжный слалом» добавился летний, лето, вода и грибной слалом. И уже очень скоро первые любители экстрима начали осваивать бурные реки на грибных лодках. Пороги и мощное течение горных рек любят слаломисты и сегодня. Археологи утверждают, что уже 4000 лет назад малые грибные суда использовались коренными народами севера, чукчами и эскимосами для морской охоты. В зависимости от условий проживания народов, байдарки, каяки, аньяпики и каноэ несколько различались по своей конструкции и способу гребли. Однако предназначение у всех судов было одно и то же – охота, война и перевозка грузов и людей. История современных судов началась примерно в 19 веке, когда каяки, байдарки и каноэ стали использовать в Великобритании, Германии и некоторых европейских странах для туризма. Одним из основоположников водного туризма стал английский юрист Джон Макгрегор. В 1865 году он построил аналог эскимосского каяка, который назвал Ропрой. Позднее он сделал вторую подобную лодку и прошел на ней многие реки и озера Центральной Европы, Балтийское и Красное моря, а также Суэцкий канал. Помимо этого он путешествовал по Норвегии, Швеции, Дании и Германии. В России первые подобные суда появились в 1860 году. Тогда в Петербурге начали проводиться соревнования на лодках, ставших прототипами современных байдарок. На этих лодках гребли, сидя на возвышении, длинным байдарочным веслом. В 20 веке в Европе преимущественно в Германии, Швейцарии, Австрии и Чехословакии стал популярным сплав на грибных судах по бурным рекам. В отличие от туристических путешествий, спортивный сплав – это прохождение сложных маршрутов, насыщенных препятствиями. Их преодоление требует специальной подготовки и нередко связано с риском для жизни и здоровья спортсменов. Для улучшения подготовки гребцов потребовали серьезные тренировки. И уже в начале 20-х годов 20 века были проведены первые соревнования по гребле на бурной воде. Научно-техническая интеллигенция стала заниматься этим делом в конце, наверное, может быть даже в начале 50-х годов, и постепенно развивался водный туризм. Это такое развитие, ну, практически идентично тому, что это было в Западной Европе. И в какой-то момент стало развиваться такое спортивное течение в нем, которое называлось в стране техника водного туризма. Абсолютно точно так же было в Западной Европе, только лет на 30-40 лет раньше. И там это называлось гребли, было в рамках одного движения гребли. И поскольку в европейских странах и озера, и альпийские речки, они были достаточно близко друг от друга, люди, кто-то на озерах поплавают, кто-то на более гурных реках. Все это было такое более-менее одинаковое, а постепенно стало расходиться в стороны. Ну, а в Советском Союзе все это очень растяженно далеко, и такие водные походы проходили в основном в режиме того, что нужно байдарку загрузить в свой рюкзак, провести в плацкартном вагоне куда-то в Семире, и потом заниматься этим делом. Долгое время не существовало единого слаломного движения. В разных странах правила отличались, чемпионат мира не проводился. Ситуация изменилась, когда Международная Федерация Гребли приняла единые правила. И в 1949 году в Женеве прошел первый официальный чемпионат мира. С тех пор правила гребного слалома сильно изменились, но основная идея осталась прежней. Экипаж должен пройти трассу на участке горной реки или искусственного канала. Для разметки трассы используются ворота из разноцветных вешек. Результат определяется как сумма общего времени прохождения трассы и штрафных баллов за ошибки, касание вешки или пропуск ворот. В гребном слаломе используются два типа судов. Каяк – одноместная лодка, в которой спортсмен гребет двухлопастным веслом попеременно с двух сторон судна. И каноэ – лодка, в которой гребут однолопастным веслом с одной стороны корпуса лодки. Международные соревнования проводятся в классах каяк мужской и женский, каноэ-одиночка мужская и женская, а также мужская каноэ-двойка. Впервые о гребном слаломе заговорили в 1960 году. Правила по гребельно-байдархой каноэ был включен в раздел правила гребного слалома. Хотя еще виды спорта не существовало. В 1965 году были проведены соревнования, они даже международные, это в Грузии, где участвовали туристы-водники. И потом вот это, участники этих соревнований в 70-м, в 69-м году были призваны на первый сбор. Вот откуда, собственно, родословное гребного слалома начинается с декабря 69-го года. В Душанбе были собраны сильнейшие спортсмены-туристы-водники, и к ним присоединились желающие спортсмены, которые как бы заканчивали выступать в гребле на байдарках каноэ. В 1972 году гребной слалом был внесен в программу Олимпийских игр как один из видов спорта, предложенных организаторами. Слаломные соревнования проводились в городе Аугсбург, в 70-ти километрах от Мюнхена на искусственном слаломном канале. Немецкие спортсмены заняли почти все призовые места. Поэтому на следующей Олимпиаде гребного слалома уже не было. Но несмотря на это, развитие слалома продолжалось. И в 1992 году в Барселоне он был вновь включен в программу Олимпийских игр. На этот раз уже на постоянной основе. Превращение слалома в олимпийский вид спорта дало мощный импульс к его развитию во многих странах мира. Гребной слалом стал профессиональным спортом высоких достижений. Конструкция древних судов состояла из жесткого каркаса, обтянутого гибкой и прочной оболочкой. Каркас, как правило, делался из дерева, а оболочка – из шкур морских животных, либо из коры деревьев. Скреплялись части каркаса при помощи сухожилий, китового уса или волокна деревьев. А роль герметика для оболочки выполнял жир или смола. Современные лодки для грибного слалома сильно отличаются от своих предшественников. Их изготавливают из высокотехнологичных композитных материалов – карбона, кевлара, стекловолокна, эпоксидных или полиэфирных смол. Использование таких материалов позволяет создавать суда с четко заданной геометрией, чрезвычайно легкие и жесткие. Чтобы не сводить соперничество между спортсменами к соревнованию технологий, в грибном слаломе введены ограничения на длину, ширину и вес лодок. Грибной слалом – один из безопасных видов спорта. Он обеспечивает адреналин и кураж без серьезной опасности для спортсмена. Слалом позволяет спортсмену достичь идеальной физической формы, а также дает тончайшее чувство равновесия и практически танцевальную координацию. Слалом учит замечать нюансы и анализировать сложные ситуации, возникающие при сплаве. Основа этого спорта – чтение бурной воды. Вода в горной реке или слаломном канале – это мощная вспененная струя или несколько струй с противотоками, валами и сливами. Слаломисту нужно прочитать структуру элементов потока и выбрать правильную траекторию. От этого зависит его результат на финише. На бурной воде решение принимать нужно очень быстро. Одно неверное движение – и ты летишь по трассе головой вниз в перевернутой лодке, либо, борясь с течением, пытаешься ее догнать. Мы общались с ребятами-слаломистами. Однажды они сказали, девчонки, приходите к нам. Мы недолго думая перешли. И я приехала в Лосево первый раз в Ленинградскую область. Увидела порог. Я никогда не подумала, что я буду там грести. Я не представляла, что это бурная вода. Я ее первый раз видела вживую. До этого я ее видела только по телевизору. Так все и началось. Начали потихоньку заниматься. Нас начали обучать быстро всему. Ихскимоскому перевороту. Гребли по прямой воде. Так все и началось. В 50-х годах 20-го века в СССР стал популярным водный туризм. Страна была изолирована от центров развития спортивного сплава. Поэтому у нас он развивался самостоятельно. Все соревнования в общем проходили для того, чтобы не были для туристов неприятностей. Чтобы умели лодку водить куда надо. Никуда несет только строя. В отличие от Западной Европы, в СССР горные районы находились в удаленных частях страны. И сплав по бурным рекам был возможен только в режиме экспедиции. Поэтому в нашем туризме в основном использовались плоты, байдарки и изобретенные позже катамараны. Тогда как в Европе наибольшее распространение получили каяки и каноэ. В 1967 году туристы-водники из Латвии первыми в Советском Союзе начали заниматься грибным слаломом. А в 1970 году в Грузии на реке Риони прошли первые всесоюзные соревнования по грибному слалому. В 1950-е годы весь Союз сел на воду. И гладковики, и академические. Ну и вместе с тем стал развиваться спуск по горным рекам. Пока не было никакой классификации, ничего. Каждый ездил как хотел и куда хотел. Ну и тогда уже где-то в 1959 году, я могу ошибиться, конечно, или в 1958-м Москва создала центральную федерацию, название не помню, или секции, или просто федерации водного туризма. В Мюнхенской Олимпиаде 1972 года принимали участие два советских спортсмена-слаломиста. Байдарочник-одиночник Гогина Скидашвили из Грузии и байдарочница Берута Кемери из Латвии. Однако выдающихся результатов они не показали. После Мюнхенской Олимпиады грибной слалом не остался в олимпийской программе. Поэтому в руководстве советского спорта о нем быстро забыли. Грибным слаломом продолжали заниматься только энтузиасты. Слаломные секции работали на базе клубов водного туризма. Слаломисты тренировались в основном на базе водных туристических секций. В 90-е годы финансирование слалома сильно сократилось. И слаломисты опять надолго ушли в самостоятельное плавание. Тем не менее, в 1996 году нашим спортсменам удалось пробиться через олимпийский отбор. Но мировой слалом бурно развивался. И следующие две Олимпиады российские спортсмены пропустили. В 2007 году была создана Федерация Грибного слалома России. Возглавил Федерацию министр иностранных дел Сергей Лавров. Грибной слалом в России пережил второе рождение. И в 2008 году в Пекине наши слаломисты завоевали свою первую олимпийскую медаль. Наши выступления говорят о том, что в России есть огромный потенциал для развития Грибного слалома. Но мы по-прежнему нуждаемся в поддержке государства. А молодые таланты у нас уже есть. Грибной слалом – самый красивый и мужественный вид спорта. Здесь человек остается один на один со стихией. Иногда побеждает ее, но чаще находит компромисс. Я ни разу не пожалел, что выбрал для себя Грибной слалом. Ну и к 2006 году, значит, вот мы вытянули счастливый билет. Наш вид спорта вытянул счастливый билет. Это то, что Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, согласился эту федерацию возглавить. И дарить свой авторитет, обаяние и административный ресурс нашему движению. Сразу не было понятно, откуда возьмутся деньги для этого дела. Но мы взвесили все и решили, что с теми ресурсами, которые у нас есть, с теми идеями, с теми спортивными, тренерскими кадрами. И во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым мы получим и денежный ресурс. В ноябре 2009 года Сергей Лавров стал председателем Попечительского Совета Федерации. А ее новым президентом был избран Сергей Папуш. Мастер спорта СССР, победитель и призер чемпионатов СССР по грибному слалому. Заслуженный тренер, вырастивший не одно поколение грибцов. Сегодня грибной слалом в России – это бурно развивающийся вид спорта. Это 22 региональные федерации, более сотни спортивных клубов в разных уголках нашей страны. И тысячи спортсменов, энтузиастов и любителей этого вида спорта. Грибным слаломом я занимаюсь 4 года. На одиночку я сел, когда... Первый день, когда я пришел в школу грибного слалома, я увидел, как старшие гоняют на кону одиночек. И мне очень сильно захотелось попробовать, как же это проехать с одной лопастью и еще сидеть с согнутыми коленями. У меня мама тренер, она меня раньше катала по сборам, везде я с ней ездила. И одно время я сказала, все, садись в каяк, иначе не будешь ездить со мной. Я начала кататься с мамой, ездить везде. Приехал после Тюмени, Спартакьяна, подсказал, ездить в Акуловку. В 2008 году на реке Перетна в городе Акуловка был построен слаломный канал, который на данный момент является основным местом проведения российских соревнований. Самый современный писк нашей страны, нашего спорта, это канал Акуловка, который построили мои ученики и соратники, теперь Михаил Селезнев и Ярослав Квасов. Ребята посмотрели на космические съемки. Есть река Перетна, которая по своим характеристикам подходит, как будто бы под соревнования по гребному слалам. Они туда выехали, потом я тоже туда приехал. И было решено попробовать сделать там слаломный канал. Последний слив в Акуловке самый страшный для меня в том, что он самый высокий. Еще когда первый раз с него прыгнул, он меня перевернул. Мне нравится вода, ощущение. Мне нравится вот как один раз... Нет, я просто мечтаю прокатиться на такой струе, которая намного сильнее. Первый в России насосный канал для гребного слалома планируется построить в поселке Богородское Сергиево-Посадского района Московской области. После его открытия в 2013 году в России можно будет проводить соревнования олимпийского уровня. Проект комплекса включает два канала. Канал олимпийского уровня длиной 350 метров и тренировочный канал длиной 120 метров. На этих каналах смогут одновременно тренироваться и выступать до 60 спортсменов. Зрительские трибуны рассчитаны на 3000 человек. Комплекс будет доступен для мероприятий 6-8 месяцев в году. Открытие нового суперсовременного канала должно привести к развитию гребного слалома в России. И мы надеемся, скоро у нас появятся свои олимпийские чемпионы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok